Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. С одной стороны, Греция прекрасна, ее жители лучезарны и приветливы, а ее репутация одной из самых безопасных стран ЕС вполне заслужена. Но с другой стороны, превращение немыслимой семейной трагедии в драматический театр является древней формой искусства в Греции, и недавние события в третьем по величине городе Греции – Патры – более чем реальны и воплотились в жизнь самым гнусным образом. Новостная история появилась в феврале и была сосредоточена на смерти трех сестер в возрасте 6 месяцев, 3,5 лет и 9 лет в 2019, 2021 и 2022 годах, соответственно. Все они родились от одних и тех же родителей – Рулы Писперигу и Маноса Доскалакиса. Греческие СМИ взорвались репортажами, включая телеинтервью с матерью и отцом. Судя по тому, что стало известно от семьи Доскалакис, которая родила троих детей и потеряла их всех так бурно и внезапно, смерть впервые постучала в их дверь в апреле 2019 года. Маленькая Малена умерла в возрасте 3,5 лет. Она была госпитализирована в онкологическую больницу в Афинах с лейкемией и ее здоровье улучшалось день от дня. С ребенком все было в порядке. Лейкемия была очень низкой и она на очень низком уровне излечима на 100%, комментировал происходящее с дочерью отец. Внезапно, в один прекрасный день, клиническая картина девочки радикально изменилась. Драматические моменты развернулись в тот день в больнице. Я вышел из паллады на некоторое время, а ее мать осталась с ней. Примерно в 16.40 моя жена в страхе позвонила мне и сообщила, что ребенок нездоров, рассказывал он. Ребенка трясло, она храпела, ее глаза были полуоткрыты. Врач смотрел на Малену с удивлением и бездействием, поэтому я схватил его за руку и сказал «Сделай что-нибудь». Врач реанимации вышел и сообщил нам, что у ребенка нет признаков жизни, и он попробует что-то сделать еще 25 минут. Так и поступил. В 18.05 он сообщил нам о ее смерти. По словам родителей и через их адвоката, причиной смерти стала внезапная остановка сердца по неустановленным причинам. А смерть девочки позже объяснили печеночной недостаточностью и отеком легких. В 2021 году Айрис скончалась в возрасте 6 месяцев. Родители отвезли ее в детскую больницу, где потребовали вскрытие. Врачи снова заговорили о внезапной остановке сердца по неустановленным причинам. Однако после гистопатологических исследований выяснилось, что причиной смерти младенца стали врожденные редкие патологические причины – агенезия синусового узла. Также, согласно тому, что им рассказали ученые, обследовавшие младенца, с этой редкой патологической проблемой она не смогла бы прожить более 15 лет. Она потеряла сознание в своей кроватке, когда у нее остановилось сердце, а более поздние анализы показали, что она также страдала о генезии пазух. В 2022 году семья также потеряла третьего ребенка – 9-летнюю Джорджину. Опять же, родители слышат, что это внезапная остановка сердца по неустановленной причине в ожидании результатов гистопатологических тестов. Дело, о котором никогда раньше не сообщалось в стране, вызвало вмешательство прокуратуры и поэтому передалось в ведение отдела по расследованию убийств службы безопасности Аттики. Хотя вопросов было много, а токсикологические тесты пока еще не были завершены, у трех смертей была одна общая черта. Айрис, Малена и Джорджина – все трое скончались во время лечения в больнице. При этом врачи и медсестры отсутствовали, а причина их смерти до сих пор осталась невыясненной. Казалось бы, несчастная семья в Патрах переживала какую-то бесконечную Голгофу, за три года потеряв всех своих детей – Малену, Айрис и Джорджину. Моя жена сейчас в постели, она даже фразу не может сформулировать. Мы пытаемся пережить шок от смертей. Сколько нам еще осталось жить? Делился тогда со СМИ дедушка троих девочек. Необъяснимые причины у одной и у другой, также необъяснимые причины и у младшей какая-то патология, редкая болезнь, которая появляется не знаю сколько раз от силы на всем свете. Скажите нам, где же те люди, которые заканчивали университеты, чтобы выяснить, что же это было все-таки? Вырвалось у старика. Коронерафин, Сатирис Бузианис, был вызван детской больницей для проведения вскрытия 9-летней Джорджины, поскольку врачи не смогли установить причину смерти маленькой девочки. Коронером в некоторых странах является правительственное или судебное должностное лицо, уполномоченное проводить или отдавать приказы о расследовании способа или причины смерти. Появились сообщения о том, что девочка перед смертью страдала параличом нижних конечностей по неизвестной причине. Вскрытие не выявило каких-либо находок, способных прояснить причины смерти. Ожидались результаты гистологического, так как каждый орган исследуется отдельно, и токсикологического исследования. В той же информации говорилось, что не было никаких признаков, указывающих на такие причины, как, например, утопление, и не было обнаружено никаких макроскопических изменений, совместимых с употреблением какого-либо вещества. Третий случай с 9-летней Джорджиной вызывал вопросы. У ребенка были проблемы с сердцем, но это не было подтверждено. Джорджина испустила последний вздох вместе с матерью рядом с детской больницей. Мать сообщила, что это произошло внезапно. Обыденному уму кажется непонятным, что ни в одном случае, а в целых трех случаях, которые самым трагическим образом коснулись одной и той же семьи, нет адекватных ответов, прокомментировал источник в прокуратуре. В то же время родители призывали в течение трех лет прекратить публикации или воспроизведение запутанной информации и неточности, касающиеся дела о гибели их троих детей. Адвокат семьи Доскалакис Димитрис Карампелос выступил с заявлением по этому поводу. Поводом послужили публикации, появившиеся в частности после предварительного следствия по распоряжению главы прокуратуры первой инстанции города Патры по расследованию причин гибели троих детей. В заявлении родителей говорили о воспроизведении неточностей по делу, которые никак не соответствуют столь тонкому и трагическому вопросу, а также в разгарах тяжелого траура о постоянном дискомфорте, причиняемом им и другим членам семьи. Отец Манас Доскалакис отреагировал на различные комментарии, которые были услышаны и дошли до сведения родителей троих детей. «Оставьте нас с нашей болью. Больше мы ничего не хотим говорить. Мы оплакиваем трех девочек. Недавно нашу Джорджину. Мы пытаемся оправиться. Они много наговорили. Мы совсем не желаем комментировать это. Мы остаемся в своей боли», — говорит отец девочек. Мать девочек, Рула Писперигу, со своей стороны выразила свое недовольство тем, что ее каждый день осаждали журналисты. На уровне расследований, по мнению судмедэкспертов, только токсикологические анализы могут что-то показать. «Я рассчитываю, что гистологические тесты будут чистыми», — заявила Рула. Последнее прощание с девятилетней Джорджиной происходило в Патрах. Ее похороны состоялись в церкви святого Элефтириоса, а захоронение на кладбище Сихайна. Вместе с телом в могилу положили электронный планшет, любимую игрушку девочки. Семья попросила сделать пожертвования в ассоциацию родителей онкобольных детей «Пламя», и в церкви находился ящик, чтобы каждый мог бросить туда, что пожелает. Медицинское сообщество Патры было взволновано. Город объединялся в поддержке родителей, пока исследователи искали генетические факторы. Было решено отправить органы за границу на повторный генетический тест, так как первый, сделанный в семье, ничего не показал. Врачи говорят, что в подобных случаях только семейное исследование может показать, что происходит. «Родитель может иметь скрытую патологию, проходящую бессимптомно, но передать это ребенку и вызвать проблему. Нужно изучить гены всей семьи», — подчеркнула профессор медицинской генетики Греческой академии наук Эленей Фрисида. Прокуратура западного города Патры распорядилась провести предварительное расследование смерти трех маленьких девочек. Спустя уже месяц после похорон Джорджины сообщалось, что власть Патры подала запрос на эксгумацию девятилетнего ребенка в контексте расследования загадочных смертей трех девочек. Необъяснимая смерть трех сестер потребовала вмешательство прокурора, который поручил Управлению по расследованию убийств Афинской службы безопасности провести предварительное расследование этого дела. В беседе со СМИ президент греческого общества судебной медицины Григорис Леон в первую очередь пояснил, что остановка сердца — это не причина смерти, а механизм смерти. Леон охарактеризовал гибель трех совсем маленьких детей за столь короткое время как ненормальную и добавил, что заключения могут быть сделаны после завершения полной судебно-медицинской экспертизы с гистологическим, генетическим и токсикологическим исследованиями. Он предположил, что причины смерти могли быть как патологические причины, такие как генетическая аномалия, так и экзогенные, такие как введение фармацевтического препарата в дозе, превышающей допустимую. Леон указал, что расследование смерти третьего ребенка либо откроет путь к расследованию дел еще двух детей, либо окончательно закроет дело. Однако он добавил, что двое детей были госпитализированы после смерти и что в больнице каждый день была четкая картина пациентов. Вторая токсикологическая экспертиза, проведенная в лабораториях университета Аристотеля в Салониках, не связала смерть двух девочек, Айрис и Малены, с наркотиками. Дальнейшие исследования были сочтены необходимыми после того, как в организме девятилетней Джорджины неожиданно был обнаружен кетамин. Полицейское расследование, в ходе которого были допрошены несколько врачей и медсестер больницы, привело к выводу, что ни один из них не вводил девочке это вещество, которое обычно используется ветеринарами для успокоения кошек. Для Айрис и Малены второе последовательное токсикологическое исследование было проведено на образцах тканей двух девочек, поскольку первое было проведено в соответствии с протоколом при смерти детей. Официальное заключение о причине смерти двух девочек вот-вот ожидалось. Как сообщили СМИ, на этот раз причина их смерти не будет двусмысленной и точно будут установлены, как умерли Айрис и Малена. На первый план выходит возможность летального исхода от удушки, отметил телеканал Альфа в среду днем. СМИ сообщили, что вариант эксгумации тела Джорджины для проведения анализов на наличие наркотиков в ее волосах оставался открытым. Дело вызывало возмущение в греческом обществе. Телеканалы, газеты и лавстайл-журналы посвятили часы и тысячи слов освещению загадочных смертей, однако практически и без каких-либо зацепок и дополнительных доказательств. Дискуссию разожгли родители трех девочек, которые практически постоянно выступали перед СМИ, то обвиняя, то поддерживая друг друга. Очевидно, следуя совету своих адвокатов, и мать и отец, уже на тот момент разлученные, перестали появляться в СМИ. На тот момент против родителей не было никаких улик, однако полиция продолжила расследование, изучая мобильные телефоны, интернет-поиски и контакты семьи. Далее в ближайшие дни состоялось совещание, на котором были рассмотрены показания 25 врачей, медсестер и отдельных лиц с целью установления обстоятельств гибели детей. У трех девочек не было серьезных проблем со здоровьем, которые послужили бы основанием для их смерти. И все это произошло примерно за 33 месяца. Все это очень странно, и девочки были совершенно разного возраста. На самом деле, до того, как они вступили в этот темный период, совпавший с проблемами в семье между супругами, проблем со здоровьем у них не было. Словно один передал эстафету смерти другому. Отметил в своем отчете один из самых известных кардиохирургов, знакомый с делом о смерти. В то же время возникают новые вопросы о медицинской карте маленькой Малены. Согласно опубликованной информации, особую озабоченность прокуратуры вызвали и другие подробности, которые были предоставлены неофициально. Появились тревожные сведения о том, как в первый год проводились судебно-медицинские и особенно токсикологические экспертизы. Источник описывал их как формальные, потому что не все вещества были проанализированы. Говоря о причинах смерти маленькой Малены, которая в 2019 году попала в детскую больницу и там скоропостижно скончалась, врачи недоумевали. Гистологическое исследование выявило обширное поражение печени, которое судмедэксперт расценило как печеночную недостаточность. Однако ни клиническая картина, ни полная медицинская карта, доступная источнику информации, не оправдывали трагического исхода. В том же отчете, основанном на медицинских картах погибших девочек, был ряд вопросов, на которые судебным органам и полиции предстояло ответить в ходе расследования. Был ли поставлен правильный диагноз Малене и закончился ли он хронической, но остропеченочной недостаточностью из-за наркотиков или других препаратов, принятых внутривенно или приорально, не установлено? На что именно была экспертиза? На какие вещества были сделаны стандартные токсикологические тесты в деле Малены? Откуда взялась ссадина на носу у Малены? Образцы клеточного материала от Малены должны были быть немедленно повторно исследованы, чтобы определить, умерла ли девочка от печеночной недостаточности или был поставлен неверный диагноз. Это относилось и к смерти Айрис. Материалы должны были быть повторно исследованы, чтобы определить, действительно ли у нее была агенезия синуса или у младенца были признаки печеночной недостаточности из-за приема лекарств. Гистологические данные должны были быть рассмотрены и повторно исследованы одним и тем же патологоанатомом, чтобы поставить диагноз смерти для всех трех детей. Останки Джорджины необходимо было экскумировать, чтобы найти и осмотреть кардиостимулятор, который был похоронен вместе с ней. Получить от врачей клинический диагноз относительно причины остановки сердца Джорджины, которая привела к тяжелой инвалидности в апреле 2021 года, когда ранее проблем не было. Также необходимо расследовать ситуацию, почему мать детей, будучи беременной в марте 2021 года, решила сделать аборт, заявив, что опасается рождения ребенка с генетическими проблемами. Однако на самом деле это не так, потому что, судя по результатам генетического теста, проведенного у нее и ее мужа, ничего подобного в принципе возникнуть не могло. В конце июня два новых судмедэксперта Николаус Каракулис и Николаус Калагриас представили свои результаты в греческое управление по расследованию убийств, заявив, что они уверены, что младшие девочки были убиты, а не умерли от патологических причин. 30 марта 2022 года мать троих детей была арестована полицией по подозрению в их убийстве. Женщину арестовали в родном городе Патры и перевели в главное управление полиции Аттики Гада, где она провела ночь. Также в четверг ее мать и сестру вызвали в Гада, а ее уже на тот момент отчужденный от нее муж также должен был получить вызов в участок. Согласно материалам дела, единственным человеком, который находился в комнате Джорджины в течение последних 20 минут ее жизни, до того, как подействовали побочные эффекты препарата, была ее мать. Джорджина умерла в полдень, а ее мать сообщила врачам в 14.30, что у ее дочери остановилось сердце. Медсестра больницы сообщила полиции, что видела, как обвиняемая приближалась к ней в поисках медсестры. Однако она объясняла, что то, как она шла, и тот факт, что она не звала на помощь изначально создали у нее впечатление, что она хотела попросить у нее простыню или что-то подобное. Медсестра также сообщила, что пульсоксиметр, который был помещен на ребенка, чтобы уведомить персонал в случае падения пульса, был таинственным образом удален. Сотрудники также сообщили, что за день до смерти Писперигу выдала странные фразы, имея в виду состояние сердца ее дочери, что они еще ничего не видели и что главный эпизод еще не произошел. В списке инцидентов, вызвавших подозрения врачей и медперсонала, был и тот, что Писперигу спросила, есть ли в комнатах камера видеонаблюдения. Более того, всякий раз, когда у Джорджины случались судороги, бродикарии или другие серьезные проблемы, она оставалась одна в больничной палате со своей матерью. Показательно, что ее смерть наступила через два дня после того, как отец девочки, Манас Доскалакис, уже бывший муж Писперигу, покинул больницу. Также сообщалось, что мать заявила, что знает, как давать лекарства и что она хотела бы давать их сама. Поскольку здоровье Джорджины ухудшалось, больница распорядилась, чтобы лекарства вводили только медсестры. 4 апреля 2022 года женщине, обвиняемой в убийстве своей дочери, было приказано содержаться в следственном изоляторе поздно вечером, в понедельник, с соблюдением усиленных мер защиты, чтобы предотвратить нападение на нее со стороны других заключенных. Ранее 33-летнюю подозреваемую привели под усиленной охраной полиции в Афинский суд для предъявления обвинения, поскольку кричащие зеваки оскорбляли ее и пытались на нее напасть. 9 апреля по распоряжению мирового судьи планшет погибшей девочки был извлечен из ее могилы. Считалось, что планшет мог служить уликой. Решение открыть могилу последовало за показаниями отца, Манаса Доскалакиса, который заявил, что поддерживает обвинения против своей бывшей жены, и подтвердил, что планшет был захоронен вместе с дочерью. На импровизированном святилище, установленном местными жителями возле дома, где трое детей жили с матерью и отцом, на одном из ставней появилась надпись «Смерть детоубийцам». Отец троих детей сделал свое первое заявление, в котором, по-видимому, дистанцировался от Рулы Писперигу, которую теперь называл обвиняемой. Хочу подчеркнуть, что никому не позволю судить меня за мою любовь и страдания по поводу моих троих потерянных детей. Что касается обвиняемой и состоявшегося между нами диалога, то у меня нет абсолютно никаких заявлений. Мне нечего сказать. Понимая ее особенно тяжелое положение, мы будем говорить, где и когда следует, с уполномоченными лицами. Мы вообще ни от кого не прячемся. Мне нечего скрывать. Его адвокат сказал, что Манос Доскалакис потрясен и не может справиться с потерей детей и тем, что постепенно выяснялось. 33-летний мужчина был спокоен и ничего не ответил о смерти Джорджины, в то время как его жена, как говорят, спрашивала полицию, что такое кетамин. Однако ее поведение с самого начала производило неоднозначное впечатление на сотрудников полиции, которые занимались этим делом, поскольку они наблюдали за тем, как она давала интервью, за ее стилем поведения и, конечно же, за ее ответами. Ее описывали как холодную, очень умную и очень жесткую, в то время как, по их оценкам, ей будет трудно признаться в содеянном. Сотрудники службы безопасности Ахайи провели обыск в доме семьи Писперигу. При обыске присутствовала сестра Рулы Писперигу Димитра. Полицейские забрали с собой смарт-телевизор и коробки с неизвестным содержимым. О признаках смерти 9-летней девочки, выявленных врачами в больнице Рио, президент Медицинской ассоциации Патры Анна Мастараку, говорила следующее. Джорджину представили с предполагаемыми судорогами, однако при обследованиях ничего не было обнаружено. Также госпожа Мастараку подчеркнула, что врачи, зная ситуацию, уделили ей особое внимание. Они видели мать, которая потеряла двоих детей, но ее поведение не было соответствующим. Читалась какая-то эмоциональная дистанция от ребенка. Это не совсем отображало эмоциональную нагрузку, которую повлекли бы предыдущие потери. С загадкой окутана и внезапная смерть хозяйки, жившей на верхнем этаже дома, где умерла Айрис. 69-летняя женщина попросила, чтобы ее кремировали, поэтому выяснить причины, приведшие к ее смерти, становилось крайне сложно. Писперигу, который греческие СМИ и социальные сети прозвали современной Медеей, с начала апреля 2022 года находится в предварительном заключении в связи со смертью ее старшей дочери в тюрьме строгого режима Коридалос, недалеко от Афин. Несмотря на все это, обвиняемая отрицает обвинение против нее. По словам одного из двух ее адвокатов, она опустошена и не может поверить в происходящее. Она попросила провести третий раунд генетического тестирования ее детей. Первые два якобы не показали никаких признаков генетического сбоя. Согласно анонимным источникам в полиции, которые общались с местными СМИ, на извлеченной из могилы планшетке были обнаружены поисковые запросы в Google о наркотиках, похожих на кетамин. Местная газета «Пелопонисос» сообщила, что горе-мать приказала компьютерному специалисту стереть цифровые следы поисков, которые она проводила в интернете, что она отрицает через своего адвоката. В деле имеются также рисунки погибшей Джорджины. Увидев смерть двух своих сестер, она нарисовала их в виде ангелов, а свою мать с черной головой. Отца на фото не было. «Кажется, ребенок был ужасно напуган, ужасно подавлен», – прокомментировал рисунки психиатр, который следил за этим делом с самого начала. Греческая полиция сейчас сосредоточила свои усилия на попытке отследить источник кетамина, который убил Джорджину. «Кетамин можно найти на черном рынке, в аптеках, а также по соседству с наркоманами, и его можно найти», – объяснил уполномоченный, который в прошлом проводил исследования по проблеме наркотиков в Греции. Торговля галлюциногенными веществами процветает в городе Патра, где жила семья. После ареста пара рассталась, и теперь Доскалакис поддерживает дело против своей жены. «Доказательства неопровержимы, доказательств против Рулы слишком много», – сказал он журналистам вне суда в апреле. Греческая газета обнародовала некоторые сообщения, которыми пара обменивалась за последние три года, которые открыли их отношения с новой стороны. В апреле 2021 года, примерно через месяц после смерти Айрис, Доскалакис написал жене, «Будем ли мы терять детей каждый раз, когда расстаемся?» Согласно показаниям, опубликованным одним телешоу, Манос общался с девушкой из Афин с декабря 2021 года, примерно за полтора месяца до смерти Джорджина. То, что сказал некий свидетель, подтверждает и 33-летняя Рулла Писперигу. «И я знаю, он живет с другой, и они не одни, и с ними еще живут люди. В каких отношениях все они друг с другом, и они в курсе?» В телеинтервью женщина показывала татуировки, которые она делала каждый раз, когда умирала одна из-за ее дочерей. Она сказала, что это доказало ее любовь к детям, когда начали появляться подозрения, что она причастна к их смерти. После первого предполагаемого покушения на ее старшую дочь Джорджину, в результате которого она сильно заболела, мать также добавила изображение, показывающее кардиограмму девочки и цитату «Жизнь продолжается». В течение прошлого года все члены близкого семейного круга пары снова были допрошены полицией, в надежде пролить свет на жизнь пары и то, что могло привести к убийствам. А пока мать и сестра женщины – ее единственные посетители в тюрьме. Обе женщины стали жертвами словесных нападок в своем родном городе после ареста детоубийцы. В течение нескольких дней местные жители собирались возле дома семьи в Патре, называя их убийцами и оставляя цветы на пороге. «Я не могу поверить в то, что люди кричали, потому что я знаю свою дочь. Я не верю, что мой ребенок что-то сделал», – сказала мать обвиняемой Элени Легату в интервью с Тар-ТВ в марте. «Она пользуется нашей полной поддержкой. Пока я не умру, я буду рядом с ней». 34-летняя мать, обвиняемая в убийстве трех своих дочерей в течение трех лет, предстала перед судом в январе 2023 года в Афинах. Она была одета в черное и выглядела изможденной. Суд пришел к выводу, что подсудимая совершила приписываемые ей преступные действия со злым умыслом и в спокойном состоянии. Однако судебные чиновники расходились во мнениях относительно того, как было совершено преступление и покушение на убийство маленькой Джорджины. Оценивая показания врачей и экспертов, они спорили относительно того, было ли это удушение или введение кетамина, на тот момент безуспешно из-за немедленного вмешательства врачей. Обвиняемой якобы удалось окончательно завершить свой преступный план в январе 2020 года, когда ее ребенок был госпитализирован в больницу Пайден. Судьи заявляют, среди прочего, что затыкание носа и рта не являлось подходящим способом, отмечая, что обвиняемое вводило кетамин вещество, которое входит в число тех, которые способны вызвать сердечный приступ и которое вызывает нулевое насыщение кислородом. Судьи также пролили свет на мотив преступного деяния в своем решении, заявив, что Ролу Писперигу одержима своим мужем и отцом ее троих детей Маносом Доскалакисом. Они указали, что все инциденты произошли, когда муж уходил от нее и относят к ее действия к особенностям моей личности, основываясь также на характеристике специального эксперта, назначенного в ходе судебного действия. Что говорит заключение психолога о Роле Писперигу? Информация, которую она преподносит, ненадежна. Во многих местах ее рассказ кажется нереалистичным в ее попытке опровергнуть болезненную реальность. Очевидно, что ее мысли сосредоточены вокруг ее мужа, в то время как она, кажется, впоследствии создает конструкции вокруг темы зависти к другим женщинам. Описания ее детей позволяют предположить, что она воспринимала их как нарциссичное продолжение себя, признанное репрезентировать ее как собственную ценность и ее собственные желания. Кажется, она сама не понимала их основных потребностей в развитии. Говорит, среди прочего, психиатрическая экспертиза Роле Писперигу. Пока мы следим за делом и ожидаем решения суда, вы можете поделиться своим мнением, что вы думаете по поводу этого громкого и шокирующего дела в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления? И как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Продолжение следует...